возвращаемся в software inc снимаем паузу начинаем разработку нашей первой игры ну и продолжаем разработку нашей операционной системой ну и скоро мы закончим работу над этим контрактом у нас появилась парочка уже контрактов больше миллиона лично когда мы получим все шесть звезд то там будут доступны еще более удачно дорогие контракты так еще один наш художник получил уровень в программировании мы тебе дадим третий уровень звуки так 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 работу над багами нужно конечно провести ну и как мы видим да что для монстр монстр крафт для нашей игры у нас нету кнопки реклама потому что мы отдали ее на аутсорс издателю значит что у нас за все за все вот это будет отвечать издатель ну и в принципе меня это вполне устраивает пускай они заморачиваются с этим а мы не будем тратить силы и хотел посмотреть так баги ну пускай пока повисят как наша команда маркетологов справляется со своей работой честно говоря не очень давайте вызовем еще уборщик до конца дня такая уже грязь да не дошли они все-таки до конца так айти дайте пока не нужен здесь конечно да так 90 процентов нет но мы еще поработаем над этим проектом так что пускай пока повисит один человек на больничном продажи вот мы видим что снижаются да за наша прибыль с продаж это плохо ну вот если продажи по иншопа более-менее стабильная аудиомейкер пошел вниз интересно обычно ну в принципе это нормальная ситуация то есть мы выпускаем продукт он продается потом продажи снижаются но плюс мы выпустили аудио редактор вместе с двумя конкурентами так что ничего удивительного в этом нет хорошо идет работа над нашей игрой работа над операционной системы не очень быстро потому что мы работали над этим проектом сдаем выдающиеся качество 600 тысяч мы заработали но теперь я ожидаю что работа над операционной системой она ускорится но с другой стороны мы видим что оформление уже готово на сто процентов то есть наши художники со своей забор работой справляются на отлично тогда мы можем взять если что контракт именно на игровые ресурсы чтобы загрузить наших художников побольше тоже как вариант посмотрим посмотрим что из этого получится следующий день о наше прибыль скакнуло но это мы сдали контракт хотя и прибыль с продаж также выросла здесь небольшой рост здесь небольшой рост но хорошо и у нас устраивает на данном этапе давайте еще раз проверим что у нас маркетинга возможно нам нужно дополнительного маркетолога будет нанять но сейчас много времени занимает пресс-релиз на нашу операционную систему поэтому в принципе наверное нам достаточно того имеющихся специалистов мы посмотрим третье итерации уже идет на нашей игре отлично но чуть-чуть они не доходят до конца наверное можно еще одного нанять кто-то готов к обучению программист так запас по времени у нас есть поэтому давайте посмотрим что ты хочешь получить звук 3 вторую звезду мне кажется это может подождать так 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 да подождет обучение переходим дальше еще один человек на больничном кстати вот касательно больничных у нас есть вот такой вот отличный столбец который нам показывает как часто люди берут больничный ну и возможно что людей которые очень часто болеют стоит поменять потому что соответственно это не пропускают рабочий день и не дорабатывают так продажи опять немножко выросли интересно на чем отлично мы видим маркетологи наши работают отлично плюс мы получаем дополнительное узнавание на рынке и за счет этого также увеличивается количество продаж закончили третью интерацию по игре уже работаем на 4 но вот по условиям работы с издателем у нас еще два года на разработку этой игры поэтому я даже пока не тороплюсь нанимать вторую команду программистов потому что наши программисты работающие над операционной системой вполне успеют сделать эту игру один из проектировщиков может пройти обучение но опять таки спешки в этом нет он может закончить работу над нашей игрой перед тем как пойти учиться кто-то еще один проектировщик ей подождет так у а уже декабрь пора повышение зарплат это тем ничего критического я в этом списке не вижу принимаем но тем не менее мы видим что наша финансовая ситуация немножко улучшается мы теперь стабильно зарабатываем деньги а это нам говорит о чем о том что мы можем себе позволить расширение нашей команды у нас сейчас есть одна команда которая работает здесь мы можем на дня начать нанимать вторую команду которая параллельно будет работать над еще одним продуктом или над контрактами по мере по мере возможностей посмотрим как она будет начнем мы тогда давайте поставим на паузу чтобы успеть начали чтобы люди успели выйти на работу в этот день а нет сотрудников проектировщик высокая да мы начнем с мы кстати забили команду там ее довели до 11 человек начнем мы спрос проектировщиков у нас пока нету операционных систем которые поддерживают 3d графику в данной то есть мы можем начать работу над 3d редактором но у нас нет ни одной операционной системы которая поддерживает 3d графику операционная система 3d рендинг пока недоступен если мы посмотрим исследование то две компании работают над технологии 85 года но они закончат одна в конце 86 другая в начале 87 года то есть еще больше года у нас есть до того как 3d графика хоть как-то появится в каком-то виде поэтому мы по прежнему будем основное внимание уделять 2d на самом деле команды которые мы имеем а мы их потом будем специализировать сар по разным специальностям кого дна будет специализироваться на 2d но в зависимости от продуктов над которыми они будут работать там можно вы посмотреть какие продукты требуют каких специализаций не обязательно что все там про при работе над 2d редактором нам не нужен специалист по сетям или по оборудованию мы можем за счет этого специализировать наши команды и тогда нам не нужен будет большой мозг нам достаточно будет скромных но сосредоточенных на определенных функциях до этого мы дойдем я себе сделал просто вынес всю эту информацию по специализации в excel файл так музыки у нас опять не до вынес себе в отдельный excel файл и просто от его открываю и смотрю моя команда будет специализироваться на том ты на том-то и соответственно им нужен такие на им нужны такие-то специалисты но на данном этапе пока что не актуально поэтому будем искать по по обычным признакам вот мы видим хорошего проектировщика но мы его хотим не в команду до 1 нам нужно создать новую команду до 2 или 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 мы можем начинать ночную команду чтобы не не арендовать дополнительные офисы она те же офисное помещение нанять просто ночную команду тоже неплохая мысль поиск ну вот мы видим есть неплохие специалисты они конечно хуже чем те которые у нас есть но для новой команды этого пока что будет достаточно d1 nn я просто ставлю как night ночная команда и нанять так это еще 12 до специалист по 2d отлично и мы видим что они кстати скромные что для нас тоже выгодно то есть они будут не так много зарплаты требовать и ну вот это тоже сильно отстает так что нет и теперь то же самое про звук начать поиск d1 n звук есть отлично звук ну ладно сойдет но вот это уже маловато теперь что нам нужно сделать нам нужно задать часы работы этой команде если у нас наша основная команда работает с 8 утра до 4 часов дня то ночная команда будет работать с 8 вечера до 4 утра и и и и сотрудники сменить должности проектировщик а если среди вас специалист по лидерским с лидерским навыкам нет твои два процента это ни о чем нам еще нужно будет потом сюда найти лидера в эту команду но со временем найдем ничего сложного в этом я не предвижу так что нам еще нужно нужно этой команде дать задачу добавим их сюда ну и пока что все у нас пока что больше наши проектировщики не нам они работают только над одним проектом на данный момент ну и в целом я стараюсь вот ночную дневную команду до который имеет одно название назначать на один проект соответственно для работы параллельно другим проектом она меня будет отдельная команда ну пока что меня это устраивает чтобы не расширять нашим не арендовать дополнительные помещения мы только нам нужно не забыть добавить ночную команду доступ к этой комнате и теперь то же самое с программистами не оборудование сись 2d и система программист высокий уровень зарплат начали ну вот мы видим хорошие программисты доступны принципе наверное всех четырех мы можем взять опять таки создаем новую команду p1n нанять 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 и добавляем их сюда добавляем их сюда чтобы они работали над этим проектом так и время работы с 8 вечера до 4 утра так 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 посмотрите если среди них лидер и должности назначить у художников пока что не буду на дополнительных нанимать потому что они у нас и так справляются своими задачами вполне хорошо руководитель его есть один человек с неплохим навыком руководителя по одной звезде имеет но на данном этапе игры этого более чем достаточно так так все снимаем с паузы и сегодня начиная со следующей ночи у нас появится ночная смена лично мы видим что уже становится опять грязно вызываем уборщика сразу ночная смена соответственно намного ускорит время сократит время разработки и проектирования потому что за те же сутки мы в два раза больше с работы сможем выполнить по этим проектам так готов пресс-релиз по нашей операционной системе с видео отлично давайте мы его выпустим начнем работу над следующим пресс-релизом и давайте закажем в конце дня наверное обзор на нашу операционную систему пресс-релиз выпущен значительный рост в этом месяце для araft net но это не наша компания кто-то из конкурентов выпустил удачный продукт и да мы можем найти эту компанию araft net вот она посмотреть что у них за продукты они выпустили офисный пакет который заработал много денег прям такие хорошие продажи да потому что команда компания с одним единственным продуктом очень отлично очень прям замечательно что мы можем сделать мы можем предложить купить у них эту интеллектуальную собственность но они на данный момент не заинтересованы продажи теоретически мы еще можем купить долю в этой компании 115 акций за двести восемьдесят семь тысяч это составит два с половиной процента от компании у них значительный рост произошел ну давайте купим вот мы теперь владеем частью этой компании то есть мы будем еще получать дивиденды от них здесь есть стран 40 дивиденды мы начнем теперь еще и так зарабатывать кто-то еще готов на обучение программист программист программисты пока что нам нужны пока не закончат работу над нашей операционной системой а тогда уже можно будет говорить о чем-то больше а я хотел обзор сделать точно сделаем ну и ждем восьми вечера когда начнем выйдет на работу наша вечерняя смена и вот мы видим что они пришли и начинают работать так ожидаемый результат отличный на текущий момент а уже даже на текущий момент большая часть работы выполнена но от креативность 8 и 7 но в принципе неплохо но можно было бы и больше баги 1 и 3 процента то есть над багами но у нас еще много времени чтобы поработать над багами я думаю сделать все таки итерацию или не надо давайте сделаем еще одну итерацию так сюда нужно добавить команду ночную мы она быстренько завершится топ и программист продолжит работу это откатывает прогресс по программированию назад но учитывая что у нас вполне есть запас по времени так что я не предвижу из-за этого никаких проблем и продолжаем работу так опять начинается новый год соответственно нам напоминают что нам нужно подать декларацию о налогах и компания в которую мы инвестировали начала продавать больше акций день обновился все правильно смотрим пока что мы не заработали дивиденды но они один раз в год по моему что-ли выплачиваться или что-то подобное давайте посмотрим информацию об этой компании вот еще доступно еще 19 акций за 58 тысяч наши акции подорожали на 22 процента с момента как мы их купили мы можем их продать получить прибыль с этого и продолжать держать эту эти акции чтобы надеяться что мы заработаем на дивидендах больше чем с продажи самих акций продажи их офисного пакета падают но посмотрим как они будут действовать совсем забыл что нужно обновить наши программы так сначала нам нужно обновить поташу вот paint shop наш чтобы потом с помощью него обновить audio maker и добавляем ночную команду сервер есть давить потому что для работы над аудиомейкером нужен нужно чтобы 2d редактор paint shop также был сначала обновлен до текущих технологий ночная смена закончила работу начинает работать дневная смена как я уже упоминал можно работать и в три смены да хоть в четыре хоть в десять там по два часа рабочий день да но я для себя решил что мне удобнее в две смены одна дневная одна ночная и этого вполне достаточно мы видим что работа над проектированием нашей игры уже почти завершена так готов готова обновление paint shop выпускаем и тут же начинаем работу над обновлением audio maker а и теперь нам доступен наш 2d редактор для этого две команды выбрана p1p1n обновить закончилась разработка нашей игры уже не проектирование нашей игры закончилась переводим ее в разработку и думаем чем нам занять наших проектировщиков в первую очередь отправим их на обучение звук 2d 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 а тебе оборудование нас пока не интересует давайте начнем готовить специалистов по 3d но программист пока что пока что много работы у наших программистов это говорит нам о чем о том что пора расширять команды программистов то есть они явно отстают по своей работе от проектировщиков давайте посмотрим у нас есть свободные места в ночной команде как у нас там распределение идет у нас нет не хватает специалистов по звуку отлично значит в первую очередь мы ищем специалистов по звуку начать поиск вот хороший специалист тоже хорошо но двух верхних мы можем взять они нам подходят ну этот уровень я считаю все таки недостаточным теперь у нас здесь ситуация стала получше про так чем мы сейчас займем наших проектировщиков посмотрим что у нас с командами проектировщиков нас 14 человек с третьим уровнем в системе и 10 человек с третьим уровнем в 2d также 9 человек с третьим уровнем звуки на самом деле этого уже достаточно чтобы начать свою команду свою работу над технологиями у нас как раз начался год новый у нас появились доступны новые технологии система это очень объемная работа ей нужно рекомендации 13 человек работающих над системой то пока что мы наверное ее не подтянем 2d тоже рекомендация 12 это тоже но не то что не потянем ее сможем делать сможем этим заниматься но будет очень много времени у нас на это уходить то есть нам это пока что на данном этапе будет не очень выгодно поэтому поэтому звук на звук нужно 8 человек у нас есть 9 ну не знаю надо подумать оборудование всего пять человек посмотрим пока давайте посмотрим какие у нас доступны контракт у нас доступно несколько дорогих контрактов давайте-ка мы выполним их дополнен добавляем сразу команду программистов ночную и команду проектировщиков ночную так будем ли мы ставить следующего программист проектировщика ну давайте посмотрим candy снайдер у тех у которых креативность ниже 80 ожидаемое вообще не имеет смысла даже уточнять надо все-таки искать именно тех кто ближе к ста процентам будет чем чем выше тем лучше cp вы настроен принять мы видим что в предыдущем месяце опять снижаются наши доходы от программ от продаж плюс мы потратили на дистрибуцию дистрибуции это доля магазинов даем мы потратили еще на маркетинг деньги на найм персонала счетам так что на и на покупку акций собственного потратили деньги да окей посмотрим что из этого получится опять у нас идет перегрузка сервера но у нас появился доступ к средним серверам значит как мы можем не покупая новый сервер и подключая его к этой системе а как мы можем заменить малый сервер на средний сервер выделяем имеющие выбираем имеющиеся у нас можно выбрать несколько сразу два до нажимаем правой кнопкой выбираем вот эту кнопочку нет нету извиняюсь заменить мебель да и выбираем доступный средний сервер к большому серверу у нас пока доступа нет малый сервер и средний сервер это настольные компьютеры то есть их нужно класть на стол потом уже вот эти вот сервер башенные сервера не будут ставиться на пол выбираем то что мы хотим выбрать жмем ok и обновились два наших сервера с малых на средний я думаю что нам этого должно хватить да у нас теперь пропускная способность 500 мегабит в секунду не знаю что нужно смотреть за температурой в этой комнате скорее всего нам ее не хватит но у нас здесь есть внешняя стена а значит мы сможем да вот мы сможем сюда если что поместить дополнительные вентиляторы индустриальные промышленная вентиляция окей еще один проектировщик может пройти обучение давай тоже 3d на сеть нас пока меньше интересует так 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 работа идет обновления пока можем поставить на паузу работу но надо нашей игрой все равно у нас есть большой запас по времени чем больше проектов сотрудники выполняет одновременно тем больше они будут на это жаловаться здесь пока нету некоторые люди просто устают работать на одном этом же месте всю жизнь давая вашим сотрудникам поощрения вы можете повысить шкалу удовольствия в вашу пользу но учитывая что у нас и так хватает положительных моментов на данный момент нам это не не актуально я просто смотрю если у них кто-то среди программистов кто-то кто считает что он выполняет слишком много одновременных заданий такое бывает иногда 3 это уже по игровым механикам считается много на 2 по моему обычно нету жалоб если над двумя проектами работать одновременно а это можно кстати настроить то есть мы можем дать 10 проектов включить для одной команды но если мы выделим выберем эту команду и вот здесь вот выставим им ограничение максимум насколько проектов они могут делать одновременно то они все равно будут работать не более там чем над двумя проектами в принципе это неплохая мысль другой стороны иногда нам нужно что-то срочно выполнить тут еще вот можно выставлять приоритеты вот эти вот стрелочки 5 и стрелка вверх стрелка вниз чем выше номер тем больше приоритет соответственно если у нас что-то мы хотим проработать параллельно двумя проектами но одному из них отдавать приоритет то мы выставим ему большую больше приоритет поднимаем до 10 и мы говорим что обновление аудио мейкера сейчас для нас важнее чем работа над нашей операционной системой то есть такой тоже способ есть на один из наших лидеров готов получить обучение это отлично лидер программистской команды найм ему не особо нужна работа автоматизация нет автоматизация больше нужна для проектировщиков чем для ну я обычно беру лидерами команд автоматизации именно проектировщиков проведение встреч как я говорил я не очень люблю а вот многозадачность эффективно улучшение эффективности любой задачи мы уже умеем вторая звезда дает эффективность по разработке давайте все равно выберем многозадачность а так как у нас появилась ночная смена то теперь эта кнопочка будет не проводить не передвигать на следующий день а ближе к выходу второй ночной смены нас переносить что это тоже такой момент который нужно учитывать я забыл ночную команду программистов включить разработку игры окей так мы закончили работу над обновлением аудио мейкера давайте его выпустим возможно это положительно скажется на его продажах потому что мы обновили технологический уровень и если конкуренты еще не обновили свои программы то соответственно люди будут пользоваться нашей программой для своих нужд полночь меняем мы получаем новый месяц компания которую вы инвестировали проточина продавать больше акций но мы пока что не будем их покупать давайте посмотрим вот мы уже за на сорок три процента выросли наши вложения неплохо два человека на больничном продажи немножко увеличились ну вот более-менее ровно держится у нас осталось всего три с половиной тысячи копий нашего аудио редактора давайте выпустим дополнительно закажем еще давайте двадцать кур тысячи закажем я нажал кнопку нет до 23000 по нашему 2d редактор тоже мы видим что рост продаж опять таки я это связываю с тем что мы обновили наши технологии конкуренты могли не обновить вот это один из недостатков игры конечно я считаю что можно бесконечно обновлять вот эти технологии в программах в своих и нету никакого поощрения тому чтобы выпускать новые версии программ то есть я могу эту программу продав поддерживать бесконечно да если мы выпустим новую версию и той она будет продаваться и мы заработаем еще больше денег но вот как то ну вот нет такого ощущения что все продукт этот исчерпал себя его больше нельзя обновить и нужно выпускать новой версии вот такого нет а я считаю что это все-таки должно присутствовать как минимум в программах которые продаются именно за полную стоимость то есть если мы поработать говорим про программы которые будут продаваться по подписке ну тогда возможно да можно их там просто бесконечно обновлять а вот именно продажи я считаю что все-таки должно быть должно быть какое-то ограничение там не больше пяти технологических уровней она может превышать но что-то условно такое окей так программисты давайте мы найдем еще программистов проект точно я же взял еще проект как коверный контракт так ночные программисты что у нас теперь не хватает нам бы еще специалистов по звуку окей вот этого можно нанять окей давай еще одного и сюда можно найти еще посмотреть если хорошие специалисты по 2d выше нашего среднего уровня берем не дотягивать до нашего среднего уровня не берем совместимость 187 процентов отлично опять музыка выключилась блин не знаю почему она выключается но так нужно ли вызывать уборщика пока наверное может подождать контракты дивидендов пока не было работа над нашей операционной системой все еще идет игру нам выпустить нужно восемьдесят седьмом году насколько я помню поэтому мы спокойно закончим работу над операционной системой и потом уже включим нашу игру у нас почти готов этот проект так один из наших художников опять получил уровень программирования потому что в наши художники активно помогают программистам поэтому давайте дадим один второй уровень в 2d так 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 идем дальше ночная смена давай 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 готова разработать прошу прощения ой горле уже пересыхает так значит наши проектировщики опять остаются без работы давайте мы займемся следующим собственным продуктом о лично у нас же есть ночная команда а мы сейчас сделаем мы начнем работать я хочу показать как работает управление проектами для этого нам нужно нанять лидера проектировщика д-1 н нас в первую очередь интересует автоматизация многозадачность и отдел кадров вот именно в такой последовательности так автоматизация три звезды многозадачность три звезды социализации нет отдел кадров нет окей берем нанимаем блин ночная команда уже сейчас в работе этот человек выйдет только на следующий день ну ничего страшного ничего страшного ничего страшного не должности руководитель есть теперь давайте начнем работу над играми собственно над играми можно продолжать работать мы теперь просто сделаем не rpg а давайте rts space trials отлично хорошее название мне нравится здесь мы оставляем без изменений 2d редактор безусловно paint shop сверху аудио мейкер операционная система слот и int os давайте только для слота потом просто портируем так по правлению проектами забыл совсем сначала нужно создать команду управления проектами это у нас будет команда p.m project management управления проектами rts это то чем это на чем эта команда будет специализироваться вот так я назову делаю даю им название руководитель дарлин томпсон это вот лидер нашей ночной команды которого мы только что наняли команда проектировщиков d1 d1 n окей команда разработчиков p1 p1 n окей вторичная команда разработки но я обычно обхожусь без вторичный этап проектирования обычно короче чем этап внедрения но мы вы можете использовать вспомогательную группу разработчиков для параллельного запуска проектов и устранения проблем ну честно говоря я обычно хватает специалистов в команде разработчиков если я не ошибаюсь то последний раз я пришел к тому что одной команды проектировщиков достаточно то есть там одной дневной достаточно чтобы содержать две команды про разработчиков то есть и на дневную и ночную поэтому у меня многие ppm команды они именно так только одна команда проектировщиков одна смена и две смены разработчиков если не ошибаюсь опять таки было месяц назад я уже забыл команда поддержки но она у нас пока что одна предмаркетинговая команда у нас тоже пока что здесь пост маркетинговая здесь наверно не совсем правильно пред релизное пост релизное то есть те кто занимается маркетингом до релиза и те кто после релиза маркетинговой команды вот мои стандартные из 11 человек хватает обычно на 2-3 pm команды в принципе не так много у них работы команда для обновлений это те кто будет программировать обновление соответственно такая наша команда программистов у цп у нас есть портотип программы а если бы мы уже выпустили до этого ртс игру мы могли бы здесь выбрать конкретную эту игру ну потому что мы это проект м команду специализируем на на ртс и они бы автоматически начали программ проектирования нового продукта так как у нас пока ничего нету мы ничего не выбираем мы создадим его вручную но эту игру передадим в пм команду и потом основываясь на этой под на последний со выпущенным последний выпущенном продукте из тех которые вот здесь стоят в прототипе и так пм команда будет выпускать новый софт сервер но выберем имеющийся но вообще вот этот сервер это если у нас какой-то онлайн приложение онлайн игра м м м о допустим то это сервер который будет использоваться именно для работы вот этой как программы или игры скорость разработки сто процентов как долго держать проект при каждый проект в проектировании честно говоря до конца я не понял в чем прикол вот этого слайдера поэтому оставлю на 100 процентах откат итерации как долго а сколько месяцев нужно ждать между итерациями в альфа стадии 0 я не знаю зачем нужно ждать между итерациями обновления нет подсказки собственно это вот то что чем мы занимались здесь до выпускаем обновления для разных проект продуктов и теперь за это будет отвечать это pm команда так что у нас меньше микро менеджмента будет обновить технические уровни конечно мы хотим чтобы обновлялись технические уровни цикл обновления как часто выпускаются обновления но вот здесь идет трехмесячный цикл то есть к как это работает в данном случае через три месяца включается обновление она держится три месяца и потом завершается и начинается новый цикл продолжительность обновления это как долго команда pm будет поддерживать выпущенный ранее продукт зависимость ну тут как хотите но я обычно ставлю стараюсь ставить хотя бы не меньше трех лет то есть 36 месяцев 36 месяцев ну можно поставить вот пять лет 60 месяцев пускай подольше мы мы будем типа на рынке себя позиционировать что мы долго поддерживаем свои продукты и выпускаем для них обновления обращаем внимание что pm команда не будет выпускать никаких dlc потому что здесь можно делать в делсе для игр допустим но pm команда этим заниматься не будет это надо делать вручную использовать фреймворк будет ли использоваться фреймворки для разработки программного обеспечения если такие доступны можно ставить можно не ставить я убираю потому что я как я уже говорил не вижу особого разрыва смысла в использовании фреймворков в этой игре на данный момент может быть потом и там что-то изменится но пока что смысла нет единственный продукт должен ли лидер заниматься только одним продуктом заставляя его бездействовать если сиквел этого продукта уже в разработке то есть если у нас есть несколько pm команд которые работают ну или мы вручную запустили разработку сиквела к существующему продукту то данная команда не будет работать над другим продуктом они будут они будут они будут выпускать только сиквелы к к этой программе нет я не хочу чтобы они работали над одним продуктом они могут выпускать другие игры в этом же жанре пожалуйста использовать свои лицензии безусловно то есть должен ли руководитель пытаться придерживаться использования собственных лицензий при создании новых продуктов естественно продвижение готового проект проекта позвольте прод менеджеру проекта вручную управлять пост маркетингом и установку бюджета безусловно потому что именно для того чтобы не не нужно было делать это вручную я использую pm команды управление маркетингом подсказки нет ну как бы да мы хотим чтобы они управляли маркетингом ручная поддержка пусть менеджер проекта займется поддержкой и сроки ее завершения до поддержкой пускай занимается ну и дальше мы можем указать сколько копий игры нужно ну или продукта проект софта нужно выпустить по завершении работы надо это ну когда будет выход так у нас пока нет своего оборудования для печати то мы говорим пожалуйста закажите 50 тысяч копий когда проект будет готов окей вот мы видим что у нас появилась голубая вот такая рамочка здесь это собственно вот наша пм команда так выбрали здесь операционную систему переходим дальше целевой рынок видим что в жанре ртс приоритет отдается геймплею и истории и меньше интересует людей графика у нас это вполне устраивает ртс да давайте сделаем поддержку модов постобработка автобаланс ну вот такой такая у нас получится ртс space чего-то там space строя травился ну здесь можно выбирать сейчас можно не выбирать от не будет ними не иметь никакого значения потому что мы вместо вот этого нажимаем кнопку управления проектом и выбираем нашу пм команду пм ртс и все мы видим что у нас здесь не появилось дополнительного окошка про разработку этого продукта потому что он попал вот сюда и теперь твоем команда постепенно начнет работать над ним над этим проектом и все стадии они будут выполнять самостоятельно то есть вы решат когда эту программу нужно выпустить когда она готова переход от от 1 проектирование к разработке то есть все шаги они будут делать автоматически фоновом режиме для нас мы этого даже ну мы можем зайти вот сюда и посмотреть на каком сейчас она этапе но в целом как бы вот все автоматизация пошла новый день два человека на больничном продажи акций так чуть-чуть выросли продажи но незначительно 20 тысяч копий здесь осталось 15 тысяч копий здесь пока что все в порядке там еще немножко подзаработаем я покажу как печатать свои собственные диски потому что но на данном этапе будет не самое выгодное для нас занятие поэтому можно но такое себе так 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 программе я думаю что можно наверное отправить этого программиста на повышение квалификации пускай получит свой дополнительный уровень вот мы сейчас видим что здесь ничего не происходит потому что руководитель этого проекта еще не вышел на работу он только вот сегодня ночью в первый раз выйдет на работу и тогда здесь начнет постепенно что-то сдвигаться это не сразу потому что здесь вот есть очки действий которые сначала нужно будет накопить перед тем как будет что-то происходить но в целом скорость разработки продуктов в пм принципе вполне нормально у меня нету никаких претензий в этом плане так мы смотрим что команда разработчиков наши пока что сидит без дела потому что еще не начал работу наш проектировщик но уже конец рабочего дня поэтому ладно а так можно было с утра взять еще один контракт не нанять вызвать уборщика пока что нанимать уборщика не нужно а нужен ли нам сисадмин пока что нет нет и температура пока приемлемая вот мы видим что вышел на работу наш лидер дарлин thompson который лидер нашей команды разработчиков и лидер этого ппм команды и она работает руководитель проектировщика состояния на работе работает и вот мы видим начинают закрашиваться очки действий и постепенно здесь начнется работа окей программисты работают скорость в принципе все окей тут все у нас происходит нормально ну нет у меня претензий к пм вот это вот инструмент просто безусловно очень удобный один человек на больничном так акции оштрафованы за непредоставление налогового отчета да что такое не проследил и не подали вовремя налоговую отчетность продажи на лицензиях видимо опять начинаем зарабатывать здесь мы какую-то лицензию видимо использовали это странно но кей так надо не забыть что обновлять наши продукты которые не за который не отвечает проектная команда что им требуется обновление вручную так что да это нужно делать так 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 следующий день дневная команда сейчас выйдет и вот мы уже видим что началась началось проектирование space trials отлично ожидается что перейдет на следующий этап то есть в разработку в октябре восемьдесят шестого года пока что вот у нас тут всего один проект потом когда мы его выпустим и когда уже эта команда начнет работать самостоятельно выбирать все задания здесь может накапливаться много проектов параллельно то есть проектная команда тоже работает достаточно но они могут параллельно проектировать разрабатывать все все как должно быть обновление paint shop готова обновление аудио maker готова наша операционная система мы ожидаем выпуск в июле походу мы как раз четко успеваем очень хорошо но над багами будет немного времени для работы над багами эти мы закажем еще один обзор все десятки отлично даже в текущий момент уже все здесь по десятке это очень хорошо задаем этот проект выдающееся качество миллион триста мы заработали супер брать ли еще один проект я думаю что пока что не нужно ночная смена выходе я хочу выпустить операционную систему параться до конца этого видео так 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 контракты есть повышение зарплаты и фиксированная ставка принять да что такое продвинуть окей здесь идет работа над исправлением багов чем меньше багов на 100 на релизе тем лучше реклама демо версию мы выпустим для прессы так значит не пойму а где пресс-релиз странно ладно очень странно почему нет пресс-релиза но вот мы видим что команда разработчиков уже полностью начала работу давайте вызовем больше как у нас тут грязно то есть они работают вот над этим проектом автоматически нас это полностью устраивает состояние техники да надо бы вызвать будет конце рабочего дня самого сис админа чтобы он навел привел нашу технику в порядок так 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 как много багов да это здесь есть кнопка прошлой оценки здесь не показано сколько багов да обидно но видим что большое количество достаточно так давайте вызовем сис админа в прошлом месяце у как падают наши продажи уже прям конкретно а вот мы видим доходы 9 от дивидендов здесь нет дивидендов почему они здесь дублируются программное обеспечение разное не знаю почему она здесь так дублируется и что вот эта строчка тогда имеется ввиду но окей так 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 начиная смена начинает работать отлично что у нас май а мы должны выпустить в июле точно еще есть два месяца что так нужно ли нам еще нанимать людей нам еще нужно парочку программистов программист программист p1n звук хорошо система и звук найти есть и давайте посмотрим будет ли у нас 2d есть отлично теперь эта команда полностью укомплектована должности программист во вторую очередь художник ok так нужно ли декомплектовать в ночную команду разработчиков проектировщиков но можно почему бы и нет лишним не будет хотя это дополнительные расходы так что напоминаю следите если у вас с деньгами не очень то возможно торопиться не стоит так ректировщик требования по зарплатам ну ничего критического я не вижу поэтому принимаю тогда 1n команда система и звук двух первых мы берем посмотрим если система и 2d достойные специалисты один человек берем того у нас сейчас девять человек в этой команде должности проектировщик то есть еще троих еще двоих мы сюда можем нанять пререлизная рецензия на мани ос спд готовы показать мани ос это может стать стоить вашего времени целевая аудитория не знает кем является спд мы действительно не слышали о мани ос продукт может стать новым хитом и он имеет все современные функции вы сможете пора попробовать продукт в ближайшем будущем отлично так три человека на больничном акции продаются хорошо справлена куча багов хорошо чем месяц и мы выпустим нашу операционную систему я ее хотел выпустить сейчас как раз как можно раньше чтобы когда мы выпустили выпускали следующую операционную систему которая уже будет поддерживать 3d и сеть чтобы мы уже появились имели какой-то вес на рынке чтобы увеличить наши продажи так ночная смена закончила на это работа дневной смены работа идет здесь мы видим что все еще ожидается в октябре переход на проект программирования окей а вот он пресс-релиз что-то я его все не видел то выпустить конечно работа над багами ведется но параллельно можно уже запускать программирование разработку нашей игры которая нам еще больше года до выпуска так а спд анонсировала новую мани ос целевая аудитория ничего не знает пресс-релизе есть несколько классных видео и звучит великолепно релиз намечен на июль восемьдесят шестого окей и два человека готовы к обучению хорошо 2d и система отлично так дневная смена закончила переходим к ночной смене ну вообще грязь есть можно вызвать уборщика вот здесь вот очень удобный показатель который показывает нам свободных работников то есть те которые сидят без дела то есть вот этот счетчик но он у нас сейчас практически всегда нулю нулевой но в чем больше будет работников чем больше проект мы будем делать параллельно тем чаще он будет отличаться от нуля так июнь давайте мы закончим июнь начнем июль выпустим нашу с и тогда на этом закончим эпизод отлично 20 сотрудников в отпуске компания в которой вы инвестировали начинает продавать и не забудьте выпустить пояс релиз ооо мы две пятерки получили ничего себе мы можем сказать что мани ос была продал проделана много работой патси франклин с великолепной пи сияет через патси франклин это у нас был ведущий разработчик то есть здесь нам говорят о том что этот специалист прям превзошел свои себя патси франклин выбил его из парка и мы обнаружили только несколько небольших проблем здесь и там опять таки да что вот роль ведущего разработчика она в этой игре весьма существенна ну и мы никогда не слышали в спд вместо этого вам всем стоит судянуть на ни на кого так маркетинговая компания дам заказать копии ну давайте будем жадными я закажу сто тысяч копий сразу маркетинг есть поддержка есть и давайте мы сразу выгнуть выпустим обновление включая все компоненты чтобы в рамках чтобы знать когда чтобы продажах учитывалась последняя версия нашей системы отлично ну собственно вот мы выпустили уже три продукта операционная система звуковой редактор и 2d редактор обращаю внимание что операционную систему нельзя портировать кнопочка есть но ничего не происходит кстати можно посмотреть возможно что для наших предыдущих проектов есть новые операционные системы куда их можно портировать да потому что если вышла новая операционная система то соответственно из она стала популярной кто имеет смысл вот например вот эти вот да int с слот и мани с конечно же хотим портировать наш продукт на нашу операционную систему мани с и потому что от того сколько про операционных систем вы покрываю вы имеет поддерживаете зависит и ваши продажи ну все на этом на сегодня все следующий раз продолжим